Вот такое сегодня осеннее утро в городе Ужур. Всю ночь шел снег. На улице, конечно, бело, свежо. В Ужуре все белым-бело. Тяжелые мокрые хлопья ровным слоем легли на тропинки, деревья и огороды. Кое-где засыпало оставшуюся на грядках капусту, сугробах и загородные трассы за пару часов. Снега навалило столько, что машины с трудом пробирались по заметенным дорогам. Настоящая зима пришла и в другие районы края. В Краснотуранский район Шарыповский снег толстым слоем укрыл проезжую часть и обочины. За окном словно не золотой сентябрь, а самый разгар декабря. Суровая метель разыгралась в эти выходные и в районе Бирюсы, всего в ста километрах от Красноярска. Снег, снег. Какой же это кайф. Сейчас еще постоит погодка недельку и прям просто в горы, ребят. А у жителей Приискова снег вызывает детский восторг. Там уже готовы встать на лыжи и начать новый сезон. В горах на мелометровые сугробы тракторы тонут и еле двигаются по рыхлому снегу. Сейчас пробиваем перевал, чтобы вернуться. Снег, ну, маленько ниже трактора. В Красноярске пока почти сухо. Несильных дождей, ни тем более снега. Но многие водители понимают, раз обложило соседние районы, значит зима подбирается и к нашему городу все ближе. И уже сейчас меняют резину. Ну, кого на дисках дома перебывается, а тут заехал. Народу мало, хорошо. Раз попал, полдня стоял в очередь. Основная масса, конечно, когда снег. А так, кто пораньше хочет, чтобы в очереди не стоять. И кто за город ездит. Ну, и шипы как бы боятся стоять еще пока. Буксовать по сугробам на этой неделе красноярским водителям, скорее всего, не придется. В ближайшие дни у нас будут пасмурными и сырыми. А вот на трассах уже опасно. Осадки будут в основном таки смешанного характера. Дневные часы дождь, в ночные часы там с мокрым снегом. Возможно, что, ну, по территории в ночные часы и в утренние часы на дорогах, возможно, гололедица. Ну, и в горах южных районов более серьезные осадки пройдут. Там уже и снежные шапки образовались. Конечно, от погоды можно ждать любого каприза. Но синоптики обещают, что она будет довольно комфортной. Среда с плюс 10 градусами станет самой теплой. А вот по ночам уже стойкий минус. Так что стоит быть осторожнее. На дорогах может быть скользко. Анастасия Тили и Павел Пателицын. Енисей. Новости.